Начинается программа «Сделано в Вятке» 13.05 в Кирове. Я приветствую в нашей студии Антона Касанова, историка, автора проекта «Пешком по Вятке». Антон, добрый день. Добрый день. Традиционная уже историческая познавательная программа. Я помню, ты писала в Фейсбуке, что был рад принять эстафету от Михаила Сергеевича Судовикова. Мы тоже очень рады. Я с Михаилом Сергеевичем всегда рад что-то совместно делать. В нашей компании. С вами тоже. Да, да. Я вчера позвонила Антону и спросила, о чем пойдет речь. Готовилась и надеюсь, я составлю тебе сегодня хорошую компанию. Давай ты начнешь уже общаться с нашими слушателями. О чем мы сегодня говорим? В прошлый раз, когда мы были здесь с Владимиром Сметаниным, мы договорились, что следующим купцом купеческой семьи, про которую мы поговорим, будут семья Прозоровых и конкретно Яков Алексеевич Прозоров, самый яркий представитель этой семьи. И вот сегодня мы поговорим в течение ближайшего времени про Якова Алексеевича Прозорова, его жизнь, его предпринимательскую деятельность, его судьбу и судьбу его семьи. Да, я напоминаю, что «Сделано вятки» – это такая программа, которая рассказывает о прорывных каких-то моментах в судьбе нашего региона. И в данный момент мы делаем акцент на людях, которые принесли серьезный вклад в развитие экономики, культуры нашего региона. И, конечно, Яков Прозоров один из самых ярких представителей, как минимум, купечества, да, вятского? Пожалуйста. Да, на самом деле это род Прозоровых, один из самых древних, самых ярких, интересных родов вообще вятских, купеческих. У них очень большая, интересная такая генеалогия, родословная. Известен один из самых ранних представителей семьи – это Фирс Кириллов Прозоров. Он родился в 1666 году и вел также предпринимательскую деятельность. Но вообще вот генеалогия Прозоровых изучена весьма и весьма неплохо. Известно, кто, в принципе, чем занимался, когда жил. В основном действительно вели они предпринимательскую деятельность на разных уровнях. Ну, вот самый яркий уровень, самый прорывной был, конечно, при Якове Прозорове, но остальные тоже представители семьи были весьма талантливыми коммерсантами. Но не одними коммерсантами жила эта семья. И если посмотреть на генеалогию, то были совершенно разные люди. Кто-то занимался, например, деятельностью, связанной с развитием просвещения. Были врачами, учителями. Ну, в общем-то, люди все были талантливые, интересные. Вот если говорить про Якова Алексеевича Прозорова, он родился в 1916 году в Вятке. И опытно, что он родился в купеческой семье, но не получил систематического какого-либо образования. А с чем это связано? Это было связано, видимо, с тем, что, возможно, это было некогда учиться. С другой стороны, в Вятке получить вообще образование системное, именно связанное с экономикой и так далее, было практически невозможно. Можно было получить какие-то АЗы в городском училище, в Вятской мужской гимназии. Но невозможно было получить высшее образование. А для человека, который хочет разбираться в экономике, в финансах и так далее, лучше всего было бы получить именно высшее образование. Интересно, что такого образования Прозоров не получил. Вот, например, у вас сын Алексей учился в Московском коммерческом училище и получил хорошее системное образование. и был очень образованным человеком, постоянно повышал свой уровень знаний. А вот Яков Прозоров был фактически самоучкой, он самостоятельно изучил и банковское дело, и то, что связано с экономикой и финансами, изучал торговые операции. В общем-то, он обладал большими знаниями, но это был в большей части практический опыт. Поэтому можно сказать, что это был определенный роде настоящий самородок. То есть это был человек, который self-made, сам себя сделал без... Я бы хотел поспорить здесь с тобой, извини, пожалуйста. Ну вот в силу того, что было немного времени, ты меня сейчас, наверное, как-то поправишь, но однако у Якова Прозорова действительно предки были тоже выдающимися личностями, правда же? Потому что его отец, он был человеком грамотным, он вел записную книжку, в которой записывал всю свою деятельность, он называл себя купцом, упоминал о поездках в Архангельск, Казань, Соликамск и так далее. Если копнуть еще дальше, там как-то вот все так выстраивается, что люди сами себя, они все были self-made, тем не менее, Яков, получается, вынес из семьи все эти знания, потом уже развивал. Это абсолютно была адекватная нормальная ситуация, потому что приветственность поколений в купеческих семьях, это было нормой, и, соответственно, люди передавали опыт своим сыновьям, и в этом и заключалась семейственность, в том, что ничего не пропадало бесследно, и каждое поколение навпитывало как губка те знания, которые передавали им предки, и во многом в этом была успешность рода, потому что люди не пропадали просто так, их знания передавались детям, и, конечно же, Прозоров очень много дал отец, ну, это абсолютно адекватно, и он своим сыновьям также передавал свои знания, да, но если мы говорим про именно фундаментальный какой-то аспект, именно про фундамент образования, то вот я повторюсь, что такого не было. Был в основном эмпирический опыт, то, что передавалось по наследству, но и этого было достаточно для того, чтобы осуществить прорыв в экономической деятельности, которую, собственно, Прозоров и сделал. В чем здесь интересный аспект? Дело в том, что Прозоров, он торговал льном, куделью, хлебом через Архангельский порт, потом через Санкт-Петербург с представителями, значит, иностранных государств, с Англией, с, там, Германией, Францией и так далее. Было достаточно много иностранных партнеров, но первоначально как велись такие предпринимательские сделки? Значит, купцы привозили товары в Архангельск или в Петербург, там уже был определенный слой посредников, они этот товар выкупали, они были монополистами на этом рынке и, соответственно, на своих кораблях они везли за границу и там продавали. Поэтому многие купцы теряли очень много денег при этом, потому что они не доводили сделку до конца. То есть, вот через эти посредники, они действительно очень много забирали ресурсов и, в первую очередь, финансов. А Яков действовал по-другому? То есть, он, соответственно, не стал пользоваться услугами этих посредников. И он напрямую договорился с зарубежными партнерами и выставил сделку самостоятельно от и до, то есть от начала до конца. Между прочим, тоже если говорить про образование, видимо, он знал все-таки какие-то языки, английский, видимо, знал. Известно, что его сын знал и английский, и немецкий. Ну и, соответственно, они дела все вели вместе, поэтому могли изъясняться. И постепенно Прозоров стал одним из наиболее авторитетных российских купцов на зарубежных рынках. То есть, его знали хорошо в Европе, он обладал определенным весом там. И, плюс ко всему, он неплохо изучил банковское дело, играл, что сейчас тоже актуально, на понижении курса рубля, очень активно вел вот такие операции, которые позволяли... Во время Крымской войны, да? Во время Крымской войны, с турками тоже очень актуально, к сожалению, сейчас. Вот, соответственно, он занимался такими делами, которые многие не могли провернуть, а он мог, потому что, в первую очередь, и в литературе отмечается, он обладал уникальными личными качествами. То есть, он был крайне работоспособен, он работал от начала до конца, он не любил ленивых, он своих сотрудников всех очень жестко строил, он очень грамотно относился к пробору персонала. То есть, отмечено, что у него никогда не было таких крупных каких-то проблем, связанных с хищениями, с тем, что его кто-то обманывал и так далее. То есть, он очень грамотно подходил к этому, платил достаточно большое жалование, и те сотрудники, которых он нанимал, они не имели, в общем-то, мотивации к тому, чтобы его обманывать или что-то крыть, потому что у них все было, и они держались за место. И вот эту систему, которую он выстроил в своем бизнесе, она считалась чуть ли не идеальной даже, потому что здесь очень хорошее соотношение было именно в плане качества работы. Поэтому, обладая уникальным личным качеством, опять же, памятью, он знал, как тогда говорили всех своих посредников и всех своих торговых агентов в лицо, и при разговоре с кем-то, кто имел к нему претензии, он мог легко вспомнить любую сумму, любую торговую операцию, что когда происходило, вплоть до точного дня. То есть, такие, конечно, качества, они очень помогали ему вести бизнес, и в этом плане он был чуть ли не уникальным человеком. Очень любопытно. Если позволишь, я просто, ну, я поражена была действительно его записями, то, о чем ты сказал, как относился к людям и как учил своих сына и племянников в том числе. Вот он, например, в разговоре с племянником говорил, от меня сейчас вышли рабочие и торговый приказчик, этих людей я ценю, они труженики, и результат их работы реальная польза. А в тех комнатах, что гудят и веселятся, это одна вывеска. Вот смотри, у меня лакея Михайлов. Франц в течение дня раз пять меняет одежду, видный собой, прекрасный выездной с каретой и докладом. А цена ему грош. Так научись, глядя на них, следовать примеру первых, а не гнаться за вторыми. У него как-то везде была эта система, да, и он ее действительно использовал в том числе и в воспитании своих детей. Ну, кстати, да, это на самом деле еще раз подтверждает то, что у него была привестность очень хорошего поколения, и он учил и детей своих, Алексея в первую очередь, и племянника Александра Александровича Прозорова, ведущийся на самом деле человек, мемуарист, юрист, который описал всю вообще провинциальную авиатскую жизнь конца 19-го, начала 20-го века, и его, я бы даже сказал, монография, которую он написал, Род Прозоровых, она из трех частей состоится, и там описывается... Это благодаря ему мы знаем такое? Да, это все мы знаем благодаря ему, то есть вот то, что вы сейчас зачитали, это как раз его воспоминания, которые он написал, ну, уже в будущем солидном возрасте человеком, уже на исходе своей жизни в начале 20-х годов, 20-го века, когда он, в принципе, всего лишился, но вот до революции он пользовался тоже очень большим авторитетом и в семье, и в обществе, потому что Александр Александрович – это один из основателей Вятского театра, человек, который устраивал очень масштабные театральные и общественные представления в нашем городе, и вот он, конечно, отмечал, что дядя оказал на него очень мощное влияние, именно вот с помощью таких вот уроков, которые он преподавал, такие уроки ни в одном коммерческом училище, ни в одном вузе тебе не преподадут, это все именно такой опыт жизненный, да, и он еще описывал такой момент, Алексей Прозоров, Якова, с ним провернул, однажды Александр Александрович приехал в Вятку, чтобы забрать определенную денежную сумму для своего отца, Алексей вынес ему чемодан с деньгами, значит, и передал, и они стоят разговаривают, через пару минут Алексей говорит, слушай, я пересчитаю, сколько у тебя денег-то в чемодане, а тот начал считать и не досчитался определенной суммы, и вот Алексей довел его аж до слез, говорит, что ты куда деньги потратил и так далее, но в итоге сказал, вот тебе урок, когда тебе дают какие-то деньги, всегда пересчитывай, сколько там, потому что тебя легко могут обмануть, и это был урок на всю жизнь. Вот такие вот уроки преподавали они постоянно Александру Александровичу, и Александр Александрович, он вырос в человека, который знал цену и деньгам, и поступкам, и очень понимающим был таким граммом. Имеет смысл перечитать, да, биографию Якова Прозорова, чтобы, да. Вот, плюс ко всему, вот эта книга, которую Александр Александрович написал, она очень ярко характеризует личность тех или иных персоналей в истории Вятки, в том числе он описывал и портрет Якова Прозорова, что это был человек очень сосредоточенный, очень внимательный, человек, который ненавидел праздность, вот он описывал «Красный замок», я думаю, еще к нему вернемся, здание, которое в 1871 году Прозорова построило, оно до сих пор функционирует. Вот в этом здании Прозоров устраивал, ну, даже, наверное, скорее не он, а его семья, его супруга Пелагея, кстати, у них очень интересная романтическая история случилась, значит, однажды поехал Прозоров по делам и остановился в городе Лальске, вот, и там встретил эту девушку, но это было поверхностное знакомство, но вдруг каким-то образом это всегда бывает совершенно потрясающе, это как будто пчела ужалила человека, он понимает, что все, вот это любовь с первого взгляда, и он пришел к своему отцу и говорит, папа, я хочу жениться на этой девушке из Лальска, папа ему говорит, погоди, ты же ее совсем не знаешь, как ты можешь на ней жениться, сказал, ну, я понимаю, что это моя судьба, и вот они наженились, и супруга, к сожалению, пережила, или, к счастью, я не знаю, но у нас в России так принято обычно, что девушки живут дольше, чем молодые люди, на 11 лет она его пережила, полагея была очень любящей дамой, и она устраивала такие светские рауты определенные, туда приходили, в принципе, все люди, которые считались элитой города, и финансовой, и торговой, и политической, девушка из Лальска, да, вот, и сам Прозоров не появлялся практически на таких собраниях, он иногда спускался со второго этажа, где был у него рабочий кабинет, всех приветствовал, и тут же уходил, и вот уже Алексей спросил ему, папа, почему ты так поступаешь, почему ты не остаешься здесь, не потусуешься немножко, он говорит, все эти люди, они бездельники, то есть это все праздность. Однако супруге не запрещал устраивать светские рауты. Ну да, то есть здесь есть определенное даже разделение функций, что все равно нужно иметь хорошие связи со всеми представителями, но не обязательно саму в этом участвовать, он сам не хотел это делать, он говорит, что я ценю время, время это деньги, и самое важное это ценить время, запомни это, и поэтому он практически не появлялся на светских вечеринках, и все отдавал нотку супруге, вот, а сам сидел у себя в кабинете и вел различные свои дела. Плюс ко всему, когда он увлекался, он всегда очень масштабно курил трубку, то есть постоянно практически с ней не расставался, коротко стрыкся, но вот на тех фотографиях дореволюционных, которые сохранились, он еще элегантно выглядит, бабочки сидит в хорошем таком камзоле, одеваться он тоже любил, ну, в принципе, внешней всей этой стороне, внешней суете он не придавал никакого значения, то есть для него было важно это бизнес, это вести его тщательно, вести его очень основательно, ну, и, конечно же, благотворительная деятельность, не зря его назвали одним из самых ярких благотворителей вятки, и человеком, который сделал очень много именно в социальной сфере, в сфере поддержки малоимущих, больных, немощных, вообще всех кого угодно, потому что его в размах предпринимательской деятельности позволял ему заниматься благотворительностью, но в отличие от многих других купцов, он подошел к ней очень основательно, то есть у него была определенная система, 10% с каждого рубля прибыли, которую он получал, он откладывал в специальный фонд, из которого шли деньги на поддержку малоимущих, причем это тоже была целая система, то есть по пятницам в его доме раздавали хлеб, подарки тем людям, которые были нищие, которые приходили, эта ситуация была как в Вятке, так и в Петербурге, когда он туда переехал, то есть он к этому всему подходил очень основательно, плюс ко всему он давал деньги на поддержку вообще всех слоев населения, например, девушки, которые пытались выйти замуж, у них не было приданного, он обеспечивал их приданным. Это поразительно. Да, то есть потом он основал уже два приюта, женский и мужской, где девочек, например, готовили к тому, чтобы потом они стали уже дамами, и все это осуществлялось на средства прозору. То есть размах деятельности был колоссальный, естественно, тут даже можно упомянуть, что когда были неурожайные годы, он активно поддерживал население, оказывал поддержку тюрьмам тем же, то есть все получали от него поддержку, и он считал это необходимым, он считал, как и многие другие купцы, что это его предназначение, потому что мирозрение все равно было религиозным, и считалось, что большие капиталы, это с одной стороны, конечно, хорошо, это здорово, но и с другой стороны, это в каком-то вроде тяжкий грех, потому что это накопление, это деньги, и нужно ими делиться, делиться стражащими, больными и немощными. Ну вот, про религиозный фактор, можно сказать, что Прозоров, он был крещён во Владимирской церкви, сейчас на месте этой церкви стоит кинотеатр «Октябрь», и эту церковь поддерживал всю свою жизнь, очень много денег вложил в именно развитие этой церкви, в середине 70-х годов 19 века, на его деньги осуществилась перестройка некоторых сооружений этого храма, причём перестройка закончилась уже после смерти Прозоровым, и сын его, Алексей, довёл начатое до конца. Но это не единственная церковь, которая поддерживает. Ну это да, не единственная, вот можно сказать, что Прозоров также принял важнейшее участие в строительстве Александра Мариневского собора, причём этот период времени связан с тем, что он уже стал ещё и городским головой, с 1859 по 1862 год, тогда в середине 19-го опять считалось, что успешные люди в бизнесе, они могут быть также успешными на госслужбе, и соответственно они могут использовать те ресурсы, которые у них есть, на пользу уже государству полностью, на 100%, и Прозоров, будучи городским головой, также возглавил комитет по строительству собора, и именно благодаря ему удалось довести начатое до конца, потому что вы все вы отлично знаете, что строительство этого собора шло долгие-голгие годы, 25 лет строили собор с момента закладки, в 1839 году, а уже когда построили, в 1864 прошло уже 40 лет с момента приезда Александра Первого, то есть уже это можно по современным меркам сказать, был долгострой. И только очень мощными усилиями Якова Прозорова удалось довести дело до конца, выложил он очень много своих личных средств, для него это была важная стройка, чуть позже свой дом он построил краслицом к этому собору, и любил наслаждаться его видами, и ходил в этот храм, и конечно же для него это был важнейший момент в его жизни, потому что это очень мощный вклад в развитие города, потому что этот собор считался визитной карточкой города. Раз уж мы заговорили о строительстве, давай расскажем, что еще построил Яков Прозоров в Ятке, и что осталось. Тебе виднее, ты ходишь по улицам. Ну да, на самом деле, в общем, те многие дома, которые считаются сейчас визитными карточками города, историческими памятниками, они связаны с именем Прозорова, потому что одной из сторон его бизнеса были так называемые доходные дома. Когда говорят про доходные дома, обычно вспоминают, например, Петербург, где строились, или Москву, то есть гигантские здания, в которых потом жили люди, вот если вспомните произведение Бостоевского, там очень ярко описано, как они там жили, что это были большие муравейники. Но вот Прозоров понимал, что ничто не вечно под луной, но здания, они всегда остаются зданиями, и людям нужно где-то жить, снимать квартиры, плюс ко всему нужно распортировать государственные учреждения, которые зачастую трансформировались, например, после Великих реформ нужно было новое помещение, потому что новый орган власти образуются, земские учреждения и так далее. Плюс ко всему удобно было размещать в этих домах, например, благотворительные учреждения, потому что они же не могут находиться на улице. И вот Прозоров в середине века 19-го, в 60-е годы, в 70-е активно скупает в Вятке самые лучшие дома на центральных улицах, их судьба у всех была разная. Например, можно вспомнить дом Калининых, этот дом, где была расквартирована квартира губернатора и канцелярия губернатора, сейчас этот дом надстроен на два этажа, и там находится Кировская коммерческая компания. Это здание у кинотеатра «Октябрь», напротив еще одного шедевра архитектуры, дома врача Левицкого, там сейчас кофей. В этом доме жил губернатор, то есть для Прозорова было почетно. Губернатор жил в его доме, плюс ко всему надо отменить, что целый квартал его домов находился там, где сейчас расположен театр юного зрителя, летят на Распасской, чуть дальше, значит, конюшни и так далее. Вот этот целый комплекс, который тоже принадлежал ему. Верхний этаж там снимало авиатское благородное собрание, первоавиатский клуб, на первом этаже находились магазинчики, также рядом было такое своеобразное здание, где располагался театр, который, опять же, спонсировал Прозоров, его семья считалась заядлыми театралами. Вот. И здесь тоже эти все здания принадлежали Прозорову. Плюс на Московской улице четыре здания принадлежали Прозорову. Это так называемый квартал первого архитектора, который идет от Володарского до бывшей Хлебной театральной площади. Вот здесь совсем рядом от нас. И они тоже сохранились. Все дома сохранились. Дома 30-32, это бывшие дома усадьбы Иуды Калошина. Старожила нашего города, известная как здание Тромбольницы. И это все здания Флигель, там сейчас институт располагается. И эти дома были куплены Прозором в 1171 году, и были первыми под благотворительным учреждением, под детский приют, а второе под контору Госбанка. И, соответственно, Госбанк, те дотации, которые он платил как арендатор, как раз эти все дотации шли на то, чтобы благотворительный приют работал. То есть это была целая система. Дальше еще два дома, тоже принадлежали Прозорову, в конце этой улицы, по левой стороне, если идти вниз к центральной гостинице. Два этих дома нам тоже очень хорошо известны. В одном сейчас находится музей народного просвещения, это дом с Ольвами, с Прозоровским, так называемый. История этого дома тоже весьма любопытна. Дело в том, что в 1878 году в наш город приехал министр народного просвещения Толстой, и Прозоров к этой дате приворочил благодарительную инициативу, он этот дом подарил городскому училищу. И вы знаете, всегда в истории интересно, когда смотришь в перспективе. В дальнейшем так получилось, что в этом училище учился Грин, Александр Грин, и получается, что Прозоров имел отношение к тому, чтобы карьера этого талантливого парня сложилась. Хотя учился он очень плохо, и там у него были одни тройки, но ведь не это важно. Важно, что... Грин начался плохо. Он тоже подарил городу. И свой дом, Красный замок, он также завещал женскому епархиальному училищу. Это тоже была исключительно благотворительная инициатива. Распорядился, что на втором этаже, где был его кабинет, была образована домовая церковь. Соответственно, женское епархиальное училище въехало в этот дом. Другие дома, их было достаточно много. И все дома эти связаны с Прозоровым. Когда, кстати, Прозоров умер, в городе тогда говорили, что надо все-таки улицу назвать честь его. Но так это и не получилось. Тогда, в принципе, до революции не было практики называть улицы в честь людей. Наверное, это, кстати, с одной стороны достаточно правильно. В каком-то роде, потому что потом идут переоценки ценностей того или иного человека и опять начинается вот эта вечная дискуссия. Но вот в итоге, я не знаю, это хорошо или плохо, оставим это... А сейчас скажи, пожалуйста, а сейчас хоть на одном из этих домов есть табличка, которая была бы памятной Якову Прозорову? Ну, есть, да. То есть вот на здании, где училище, там есть, что этот дом принадлежал Прозорову. На остальных. Но вот на Красном замке его хорошо очень отреставрировал институт. МФУ, если я не ошибаюсь. Там висит табличка, причем еще и не одна. На самом деле, мы с администрацией этого института хорошо очень общаемся. Они очень благосклонно относятся к истории. И даже вот некоторые экскурсии, которые я провожу, заказывают там купеческое, например, вятка. Недавно у меня была экскурсия. Я ребят водил туда внутрь. Этого дома показывал интерьер. В принципе, особо-то ничего не сохранилось. Но все равно видно, что дом старый. И там хорошая такая атмосфера. Это, может, учебное заведение. То есть там ухаживают за ними, за этим домом. Просто смотри, как интересно. Человек переехал с семьей в Петербург и не стал распродавать здесь имущество и все капиталы вывозить из региона, а оставил это все на развитие города. Да, ну, это, конечно, очень любопытно, потому что у всех по-разному было. Многие купцы переезжали, кто-то все увозил. Ну, у Прозорова была такая позиция, что не живя за свои мосты, хотя семья, да, действительно переехала в конце 70-х годов, в 19-е века в Петербург, и там поселилась в элитном районе, английской набережной, и вели очень яркий образ жизни. К тому моменту Алексей Прозоров уже был женат, его супруга была весьма светской дамой, хотя она была дочерью мещан, и даже, как писал Александр Александрович, и другой автор воспоминаний о Прозоре Радьков-Рожнов, это губернатор и, по-своему, естественно, мемуарист. Вот эта дама, супруга Алексея, она даже несколько стыдилась того, что вышла замуж за купца, но хотя к тому моменту уже их семья получила потомственное дворянство. Да, вот что интересно, потому что в Википедии и в той же сын Якова Прозорова Алексей представляется сразу же как потомственный дворянин. Это, кстати, очень интересно, что в Википедии есть статья про Алексея Прозорова, а про Якова нет. То есть на самом деле это может о разном говорить, но просто у Алексея Прозорова тоже очень интересная такая биография. Он был депутатом Государственного Дума третьего созыва. Плюс ко всему он обладал очень большим авторитетом в кругах финансовой элиты Петербурга. Он работал на бирже, и поэтому он был человеком очень влиятельным, ярким. Но вообще судьба сыновей Прозорова очень любопытна. Тут, как в сказке, было у купца два сына. Один как раз пошел по его стопам, стал финансистом. И это Алексей. Алексей и так далее. Был еще сын Владимир, про него мало известно. Вот этот Владимир в юности был таким забиякой, любил подраться. И вот однажды с ним случилась настоящая трагедия. Дело в том, что он учился в советской мужской гимназии. Купцы традиционно отправляли туда на обучение своих сыновей. И вот там неприятный инцидент случился. Он решил показать свою молодецкую удаль, сцепился с какими-то парнями, начал с ними драться. И они сбросили его с лестницы. Он ударился головой, болел и умер. И это, конечно, была большая трагедия для Якова Алексеевича. Два сына. Было у него несколько дочерей. Но сыновья любимые. Вот Владимир, к сожалению, скончался. Алексей продолжил дело отца. У него было много детей. И на самом деле это был настоящий наследник, продолжатель рода. И во всем он продолжал начинание отца. И в плане этики деловой. А дочери Якова Прозорова? Вот у них какая судьба? Ну, у всех разная судьба. То есть про них тоже известно. В принципе, что... Ну, в основном дочери, понимаете, судьба женщины в дореволюционной России она достаточно традиционна. То есть очень можно по пальцам пересчитать, сколько было ярких девушек. В основном обычно их связывают с именем революционеров. Вера Засулич какая-нибудь, условно говоря. Вот пример нетрадиционный. Или как в Вятке жила Мария Селенкина тоже. Публицист и революционер, и подруга Добролюбова Чернышевского. А вот у таких людей, у дочерей и купцов, у них была традиционная судьба. Это замужество, это дети, это домашний анчаг. Поэтому ничего сверх такого... Выдающего. Потрясающего не произошло. И это не плохо, не хорошо. Это нормальная совершенно была ситуация. Но вот сыновья, да, сыновья отличились. У Алексея тоже было очень много детей, кто чем не занимался. Один, например, занимался котиковым промыслом. Котиковым промыслом. Да, на море. На севере, кстати. На севере. И вот там была у него яркая дочь, Ольга ее звали. Она вышла замуж за представителя вообще даже не дворянской, а княжеского рода. Это уже правнучка Якова Алексеевича. Это уже правнучка. И известный у нас человек, который кореевед, и занимался родом Прозоровых, Кощеева, Валентина. Она нашла ее могилу. Это, значит, она переехала в Швецию. Это женщина после революции. И вот там ее следы затерялись. Но уже в конце 90-х, начали уже находиться и родственники, и дальние, и так далее. Михаил Сигеевич, вот когда он придет, безонимет спросить. Он ездил в Швецию в свое время, несколько лет назад. И вместе с Марией Дахматской ездил. Они снимали даже фильм про потомков Прозоровых, которые осели в Швеции. Это очень интересно. Откуда я про это знаю? Дело в том, что есть настоящее Прозоровское общество при МФО. Вот мы сейчас на этом сделаем остановку, а через две минуты после рекламы ты расскажешь. Хорошо. Продолжается программа «Сделано в Вятке». И мы говорим сегодня о Якове Алексеевиче Прозорове, выдающемся сыне Вятской земли. Напоминаю, даты жизни, годы жизни Якова Прозорова 1816-1881 год. И мы остановились с Антоном Касановым, ведущим автором этой программы, на том, что в Кирове было создано общество Прозоровское. Вот сейчас, в наши времена, чем оно занимается? Ну, оно занимается сохранением как раз и популяризации наследия Якова Алексеевича Прозорова, сбором различной информации. Оно издает «Альманах». Вот этот «Альманах», он достаточно интересный, там принимают участие разные совершенно люди. На основном это продолжение темы истории купечества и наследия купцов, которые, к сожалению, в советское время не изучалось практически, а вот с 90-х снова началось. Я участвовал как-то в написании статьи для этого «Альманаха». Это было лет 5, наверное, назад где-то я начинал писать диссертацию. И вот этот «Альманах» как раз у меня сохранился дома. Правда, я не смог его найти, но найду обязательно. Этот «Альманах», их выходит в несколько серий даже. И вот в том «Альманахе», в котором участвовал, как раз была статья про то, что искали Прозоровские места в Швеции и искали в Петербурге. И они реально есть. И вот и Валентина Кощеева, Михаил Сергеевич Судовиков, дирекция Фуевла, другие люди, Мария Духматская тоже. Они занимаются как расследование Прозоровских всех мест и историй. И это очень здорово, потому что вот этому купцу уделяется особое внимание. Пускай всему стоят его дома. Дом, который «Красный замок», который находится напротив Педуниверситета. Он реставрирован был. Тоже сейчас он выглядит очень хорошо, на мой взгляд. То есть близко к дореволюционному даже обличью. Несмотря на то, что прошло достаточно много времени, в советское время отношение к нему было не самое лучшее. Там располагалась 10-я пехотная школа, потом фабрика гормонных инструментов и так далее. То есть здание выглядело не очень хорошо. Но сейчас оно отреставрено, и на самом деле туда можно зайти, посмотреть, что это за дом. Но зато первый дом, в котором жил Яков Алексеевич Прозоров, сейчас по членам состоит. Да, первый дом, конечно, выглядит не очень. Вот этот дом, всем, наверное, хорошо известен. Он находится на перекрестке Пролетарской и улицы Ленина. Раньше он находился, приятно созвучно, на углу Никольской и Николаевской. Причем там целый квартал от Сыркиной улицы Свободы до улицы Ленина и до улицы Красноармейской. Это был Прозоровский квартал, потому что там находились различные склады, хозяйственные помещения и так далее. То есть это место у него, можно сказать, считалось родовым. И даже свой Красный замок он построил именно на том месте, который принадлежал его семье. Семен Прозоров там впервые на этом месте, на перекрестке современной Красноармейской и Ленина построил свой дом. Да, в начале еще века 19-го. А потом этот дом, он, который деревянный, он уже старел. И Яков Прозоров выкупил этот дом, но не стал его рушить, а просто передал этот дом причту Ахтырской кладбищенской церкви. Ну и, соответственно, те уже использовали его по своему назначению, частично разобрали для топки дров, частично из этого дома был он перестроен и там жил сторож этого кладбища. На самом деле, тоже очень значительное было кладбище, там родители Прозоров упокоились, и он оказывал ему внимание, он, как и многим другим, он давал дотации и Соловецкого монаструя, и Трифлова монаструя и так далее. Вот этот дом родовой Прозоровский, который стоит на перекрестке Пролетарской и Ленина, он, конечно, выглядит не очень хорошо, он полукаменный, дом очень старый, и его судьба неизвестна. Но он находится напротив торгового центра Максимума, кто-то пойдет в выходные туда, чтобы обратить внимание, со временем, когда приезжал то ли Путин, то ли Медведев, его закрыли огромным таким баннером, затянули, да, я помню. Да, и там стоял забор, и, в общем-то, еще тебя спросить, ведь купцов, судя уже даже по нашим программам, те, кто не читал о них, могут понять, что крепкие такие купеческие семьи жили на Вятской земле, было действительно многие, они все занимали кто-то более значительное место, кто-то менее, но тем не менее, вот какой вопрос у них к тебе, они как-то конкурировали, эти купцы, которые жили в одно время на территории Вятки, или они действовали совместно, были ли у них какие-то совместные, как сейчас говорят, проекты, например, по благоустройству нашего города, или даже, может быть, по торговым каким-то делам, сделкам, или они так вот отдельно друг от друга существуют? В коммерческой сфере они, конечно же, конкурировали, потому что, в принципе, торговля отошла примерно одним и тем же у многих купцов, это само собой, что любопытно, что в литературе нет единого мнения насчет того, конкурировали ли они на сфере, например, благотворительной, потому что, ведь все купцы были очень разные, кто-то, для кого-то было важно показать, что он благотворитель, и, например, Кривет Березин писал в одной из статей, что вот почему так получилось, Булучев кому-то оказывал какую-то поддержку и заказывал статью в газете, например, и в газете писали, Булучев дал денег на поддержку такого-то вот учреждения, да, он говорил, что это пиар-акция, на самом деле, если по-современному подходить к этому событию, да, а вот Прозоров, он по-другому относился, он, в принципе, нигде не писали, особенно про это, а были купцы, которые вообще тайно все это делали, даже никто не знал, то есть, например, через родственников, через третьих лиц, например, давали там, это очень яркий пример если насчет семьи Колобуковых, отец создателя Колобуковского маврина, на первых про Колобукова, он вообще... Они еще не говорили. Мы еще о нем не говорим, но это вообще полутайна, через каких-то своих дальних родственников или просто случайным людям давал деньги, чтобы они поддержали того или иного человека или то или иное учреждение, поэтому, было по-разному, даже бывало, что, может быть, конкурировали в благотворительной сфере, потому что все равно, ну, что поделать, человек слаб и в каком-то роде пытаются выставить себя, может быть, в лучшем свете. Ну, на самом деле здесь ничего плохого нет, потому что чем больше денег идет на благотворительность, тем лучше людям, простым людям. А уж кто какие для себя выбрал социальные позиции, да, это уже вторично, я так считаю. Наверное, все-таки можно сказать, что конкуренция была, но она была не в современном понимании, то есть не такой хищной, не такой жестокой, но она, конечно, была. Это нельзя не пропустить. Вот вернемся все-таки к тому, что это был коммерсант Яков Алексеевич Прозоров. Как изменилась, изменилась ли как-то сфера его деятельности, сфера интересов при переезде из Вятки в Питер и вообще мы не сказали, в Санкт-Петербург, и вообще мы не сказали, с чем был связан его переезд, что его вынудило или что привлекло? Ну, обычно считается, что поводом для переезда стало то, что он очень много, действительно, уже очень сильно, можно так сказать, был интегрирован в деловую среду Петербурга. Его сын разграл Петербургский биржевой комитет и очень много торговых операций шло именно через Петербург. В принципе, все шло к тому, что вести дела через Петербург было намного легче, чем из Вятки, потому что из Вятки, вы сами понимаете, на тот момент не было железной дороги, до Петербурга можно было доехать только на оконных экипажах и постоянно ездить туда-сюда это достаточно и затратно, и тяжело. То есть это не было желание все оставить, приехать в столицу и там жить на широком уровне? Я думаю, что у него лично, у него не было идеи фикс переехать. Такая, в принципе, идея была у супруги его сына Алексея, потому что действительно про нее писали, что она хочет быть светской львицей. В Петербурге она действительно достигла настоящего рассвета. Например, даже писали, что она вошла в придворные круги, очаровала там очень многих людей, и ей это нравилось, быть светской дамой. К тому же она была супругой очень серьезного человека. А у Якова Алексеевича у него не было такого понимания, что нужно все бросить ехать в Петербург. Это был просто шаг практический. Ну, просто легче вести торговые дела, потому что все равно все осуществлялось через петербургский сегмент рынка, да, а извядки, ну извядки, можно вести дела, но это тяжело очень было. И в Петербурге... Потому что дела достигли такого размаха, просто невероятного. Петербургин тоже приобретал недвижимость, дома какие-то? Да, в Петербурге он приобрел два дома. Один вот на Английской набережной, очень красивый дом. И, в принципе, тот характер деятельности, который у него был в Якове, он планомерно продолжал ему следовать там, в Петербурге. То есть, опять же, были вот эти пятницы, по которым раздавался провиант для людей... Это что касается благотворительности. Да, что касается благотворительности. Все остальное было в том же духе. Он сохранил полностью характер своей деятельности, практически не меняясь. Но, к сожалению, в Петербурге прожило очень мало, всего лишь два года. Тем не менее, его очень хорошо знали и в Петербурге, и за границей. Самый яркий пример, это 20 лет прошло с момента смерти Якова Алексеевича, и его племянник Александр Александрович приехал в Лондон, и когда он представился, что он Прозоров, ему сказали, да, мы знаем вашу семью, мы помним Якова Прозорова, и его приняли с почестями. Это означало, что действительно купец котировался, он был известен, и его уважали. И даже его родственников принимали с полными почестями, и это было очень здорово, потому что вот такой вот прорыв был самый настоящий. Ну, что касается памяти о людях, правда же? А были какие-то негативные вещи, связанные с Яковом Прозоровым? У меня не встречалось каких-то очень ярких негативных таких вещей. Возможно, они не отложились, да, то есть, но, если какая-то критика, связанная с другими купцами, не встречалась, то, касательно Якова Алексеевича, ну, практически я не встречал негативных каких-то отзывов, вот, и в целом у этого человека очень какая-то порядочная, грамотная репутация. Ну, может быть, конечно, у него был крутой характер, это да, кого-то он мог вполне обидеть, но все-таки общественное мнение было полностью на его стороне. На мой взгляд, это так. И это не в результате каких-то пиар-акций, а, видимо, в результате действительно того, что он был таков. Он был действительно человек, который хотел помогать другим людям, и его мировоззрение было таково, да. То есть, память, конечно, человеческая, она такая, что зачастую трансформируется, что-то меняется, но по сей день, на мой взгляд, у него очень хорошая репутация. И жаль, что, конечно, многие объекты, которые связаны с его именем, были утрачены. То есть, и кладбище родовое, и Владимирскую церковь взорвали. Да, ну и сейчас еще остается так много домов, которые связаны с его именем, и важно, чтобы на них тоже обратили внимание городские власти. Ну, это само, это вообще комплексная проблема, да. Но насчет улицы Прозорова, вот сейчас, кстати, в новом современном микрорайоне в Порошево там ведется вопрос. Неплохо бы подумать в эту сторону. Там улица Вятской Гавани, хотят назвать, да, и в честь еще двух персоналей. На самом деле, Вятская Гавань мне как-то, мне десценирует, что это такое вообще, что за Вятская Гавань, то есть как это может быть. Да, где у нас корабли? А еще недавно хотели установить в Метрограде, значит, какой-то арт-знак, какой-то памятник. И тоже в Сторон Киров там была очень такая рожевая дискуссия. И люди предлагали, давайте поставим, может быть, там, Прозорова или Чарошину, но организаторы говорят, это слишком круто. Типа, зачем нам в новом микрорайоне памятник такому человеку, который связан с историей, как бы, Старой Вятки? А кому же интересно поставят? Почему нет? То есть я вообще не понимаю, потому что все равно мы же учимся на примерах прошлого, и нет ничего плохого, что молодые семьи, которые будут жить в этом микрорайоне, они будут задумываться, что это за человек, кому стоит памятник. Тем более, что есть чем и поучиться, как мы выяснили в самом начале. Но там, в общем-то, Вятский Лапоть, по-моему, хотят поставить. Прекрасно. Зачем нам Прозоров, когда есть Вятский Лапоть? О чем мы поговорим при следующей встрече? Тут уже будет Владимир Сметалин на своем месте, а кто будет следующей персоной в программе «Сделанная Вятка»? Надо подумать, потому что очень много купцов интересных, известных, может быть, устроим, кстати, голосование какое-нибудь на сайте. Да, мы подумаем. То есть выберем 3-4 персонали, и как люди отреагируют вообще. То есть, про кого они хотят услышать, потому что всегда любопытно. Но есть такие, конечно, мастодонты, да, то есть там клубы, зоны. Они могут писать, ведь они могут писать на страничку ВКонтакте, например, тебе непосредственно. Да, мне, конечно, можно писать. Да, предлагать Антону Касанову, автору теперь уже нашей программы «Сделанная Вятка», историку, а также автору проекта «Пешком по Вятке». Я благодарю тебя, что ты пришел сегодня к нам. Всегда хорошие пятницы, которые заканчиваются в наш эфир такими программами. Всем всего хорошего. До встречи. Спасибо. Две недели. Спасибо.